Думаю, матч тяжелый и, наверное, закономерный результат. Первый тайм прошел с нашим преимуществом, но, к сожалению, те моменты, которые у нас были, мы не смогли реализовать. Во втором тайме, особенно начало его, осталось за соперником и несколько острых ситуаций возникло возле наших ворот, когда Батютин бил и несколько еще было таких стандартов опасных. Я думаю, что до удаления, можно сказать, что преимущество было на стороне авангарда. Естественно, после того, как соперник остался в меньшинстве, мы завладели инициативой, преимущество. И, в принципе, могли выиграть сегодняшний матч, если бы чуть-чуть похладнокровнее, по удаче были в завершающей стадии. Вот, наверное, такой комментарий. Евгений Николаевич, ну, чего все-таки не хватило? И в момент удаления, ну, были уверены, что вы реально захватили три очка? Нет, мы приехали, хотели победить. Я думаю, что увидели, настрой серьезный был с обеих сторон. И когда численное преимущество у нас было, вот, я думаю, что мы доминировали, серьезно доминировали. Вот, но не хватало решающего удара. Отдать должное сопернику, защитники ложились под мяч, защищали своего вратаря, ворота. И благодаря этому отстояли ничью. Удивил ли вас выход Максима Григорьева левым защитником? И когда готовились, ожидали, что кто будет играть с левым защитником, если не секрет? Нет, естественно, что Макс, по-моему, не играл в обороне никогда. Ну, я имею в виду здесь, в авангарде. Вот, но у него такой был, по-моему, один матч, если меньше, у меня не изменяет память, за Балтику, где он играл в защитниках раннего. Но там схема немножко другая была. Вот, а так, конечно, в принципе, мы ждали, что Хасаев будет либо вторым нападающим, либо вообще нападающим играть. Но я скажу, что очень хорошая команда, квалифицированный состав, тяжелый матч. Евгений Игоревич, ну, такой вопрос. По пресс-конференциям соскучились? Конечно, я очень рад видеть опять журналистов. И на скамейке быть очень рад. Коллеги, ваш вопрос. Да, пожалуйста. Еще раз, можно? Именинник. Да, сегодня, кстати, день рождения. Жалко, что он сам себе не смог сделать подарок. Ну, на мой взгляд, это игрок однозначно уровня премьер-лиги. И нам очень повезло, что мы смогли пригласить его. Он согласился к нам перейти. Поэтому ничего удивительного нет, что он такой уровень показывает. Наверное, ожидаемо от такого игрока видеть такую игру. Евгений Игоревич, как команда пострадала Ильнора? Ну, мы сегодня похлопали ему перед игрой в раздевалке. Как обычно. Сейчас торт разделим, съедим тортик. Обычно команда, когда складывается, поздравляет голом или победой. Но, к сожалению, сегодня ни того, ни другого не увидели. Поэтому только торт и наилучшие пожелания в карьере и в семейной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова